Всем привет и добро пожаловать на мой канал, где я рассказываю про жизнь замененным тазобедренным суставом. И сегодня я увидела комментарий под своим видео о том, что девушка два месяца назад сделала операцию и очень беспокоится про место, которое было оперировано, потому что ей кажется, что там что-то выпирает. Сейчас я дословно прочитаю. Я была прооперирована, у меня появилась тяжесть и скованность вокруг операционного шва. Шов заживает, это не проблема, но такое ужасное чувство в стороне бедра, как будто там что-то выросло. И девушка по этому поводу очень расстроена. Я начала вспоминать свои ощущения и у меня была тоже похожая ситуация. У меня очень сильно выпирало прооперированное бедро. Когда прошла только неделя после операции, я думала, что это нормально, что это отек. Но потом я прилетела домой и через месяц я смотрю на себя в зеркало и у меня вот одно бедро как бы ровное, а другое вот с такой огромной шишкой. Я когда его пыталась потрогать, я понимала, что там что-то очень жесткое. То есть отек, наверное, должен быть мягких, а отек мягких тканей, наверное, должен был какой-то быть более мягкий. Я тоже очень переживала по этому поводу. Я сделала фотографию, я вам ее прикреплю и покажу и отослала доктору, спрашивая, должно ли так быть или у меня что-то пошло не так. Он сказал, что так должно быть и со временем оно пройдет. И действительно, где-то через месяца три-четыре, а через полгода оно вообще уже сошло на нет и сейчас у меня ровные бедра. Я вам покажу. Вот это бедро у меня было прооперировано и оно очень сильно вот так вот выпирало, особенно, когда одеваешь брюки, ну или купальник. Сейчас они вот абсолютно одинаковые. Слава Богу, все стало на свои места. Поэтому я надеюсь, что у Наты тоже все со временем пройдет. Я, конечно, не могу гарантировать, потому что я не вижу ее и не разбираюсь настолько. Я могу делиться только своим личным опытом, но у меня такая ситуация была и все восстановилось. Хотя тогда я сильно переживала по этому поводу. И еще Ната пишет, что вы, наверное, уже не смотрите на комментарии к вашему видео. Несмотря на то, что прошло у меня уже практически пять лет после замены тазобедренного сустава в этом году будет, все равно я получаю уведомления на любые видео, которые у меня записаны. И я всегда с радостью вам отвечу на все вопросы, если я знаю. И также хочу вам напомнить, что вы можете попасть ко мне на онлайн платную консультацию по любому вопросу по замене тазобедренного сустава, либо же по психологическим вопросам, которые вас волнуют. На моем канале накопилось уже много видео про замену тазобедренного сустава, как я делала операцию первые дни после замены тазобедренного сустава. Также упражнения, которые я делаю сейчас. Поэтому переходите на моем канале в плейлист замены тазобедренного сустава. И там, я думаю, вы найдете много интересного. А если я еще не ответила на какой-то ваш вопрос, то обязательно пишите его в комментарии. Я вам желаю оставаться здоровыми, в хорошем настроении и наслаждаться данной нам жизнью. Всем пока!